Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Натальи Белочева. Суд идёт. Что известно о предполагаемом организаторе покушения на Бабченко и какую меру пресечения ему избрали? Операция Бабченко о том, как планировалось, реализовывалось и к чему привело постановочное убийство, буквально через несколько минут расскажет генеральный прокурор Юрий Луценко. Транш покажет, насколько будущее гривни зависит от МВФ и какие прогнозы делают в Нацбанке. Венгерская оттепель Будапешт согласился на переговоры с Киевом по закону об образовании. Что сподвигло? Журналист Аркадий Бабченко может получить украинское гражданство. С таким предложением к нему обратился президент. Об этом он заявил на первой пресс-конференции после инсценировки его смерти. У Бабченко уже есть вид на постоянное жительство в нашей стране, а члены его семьи уже подали необходимые документы. Журналист также рассказал, как готовился к инсценировке своего убийства. Рассказал о том, что использовали свиную кровь, а перед нападением над его внешним видом даже поработал гример. Меня не сразу убедило, я не сразу поверю. Конечно, приходят какие-то люди, говорят, чувак, вот тебя хотят грохнуть. Конечно, ты испытываешь недоверие, чего за люди, почему за люди. Но, во-первых, встреча состоялась с участием моих знакомых. Они сказали, что они с этими людьми были на войне, они их подтвердили. Безусловно, были сомнения. Но потом первая встреча, вторая встреча, третья, пятая, десятая начали процессуально все это дело оформлять. Процессуально начали оформлять на первой же все это встреча. Ну и в конце концов я увидел, что люди работают и начал им доверять. На вчерашней встрече с Аркадием Бабченко президент назвал спецоперацию СБУ по спасению журналиста экзаменом на государственность, которую Украина успешно сдала. Глава государства поблагодарил всех украинцев, которые не остались равнодушны и были готовы бороться и действовать. При этом президент рассказал, что знал о готовящемся покушении на журналиста и действиях силовиков. И сообщил Бабченко, что поручил главе СБУ организовать круглосуточную охрану для него и его семьи. И прямо в эти минуты в Шевченковском суде столицы проходит суд над задержанным за организацию покушения на журналиста. Имя подозреваемого стало известно только сегодня. Это Борис Герман, исполнительный директор украинско-немецкой компании по производству оружия Шмайсер. На слушаниях, конечно же, находится наш корреспондент Ольга Теребинская. Она с нами на связи. Узнаем от нее последние подробности. Оля, здравствуй. Расскажи, что происходит сейчас в суде, какие обвинения выдвигаются и что может грозить задержанному. Да, здравствуй, Наталья. Мы уже третий час находимся в Шевченковском райсуде, но заседание началось буквально только что пять минут назад. После того, как подозреваемого Бориса Германа привели в зал, он там находился несколько часов наедине со своими адвокатами. Также известно, что стороной обвинения выступает военная прокуратура, потому что с нами был прокурор Руслан Кравченко. Герману инкриминируют три статьи. Это подготовка к преступлению, организация преступления и подготовка к теракту. Сторона обвинения просит ему два месяца содержания под стражей без права внесения залога. Пока что это вся информация, которая у нас есть, потому что заседание, я повторюсь, только что началось. Мы остаемся здесь и как только мы будем понимать, что там происходит, мы выйдем и расскажем вам новую информацию. Наталья. Спасибо, Оля. Я в таком случае с тобой не прощаюсь. Я хочу представить в нашей студии сейчас генерального прокурора Юрия Луценко. Он любезно приехал и ответит на все наши вопросы. Надеюсь, мы узнаем больше, чем знает наша корреспондент. Сейчас я, во-первых, конечно же, вас хочу поздравить. Наверное, даже не с операцией, а с тем, что вы спасли, довольно эффектно надо отметить, спасли жизнь человека. Много людей вчера чуть не слегли с сердечным приступом. Я их лично видела, в частности, редакторы новостей. Поэтому, если можно, я обязательно вас спрошу чуть позже, почему именно вот так вы решили это сделать. Давайте чуть-чуть о кухне поговорим. Список был из 30 человек. Вы выбрали Бабченко. Почему Бабченко? По каким критериям? Окей, секундочку. И соответствует ли действительности этот список, да, на его наличие? Потому что в интернете уже есть имена 10 человек, которые якобы там были. Какая-то будет обеспечиваться охрана для них, если это все правда? За вашего дозвола я почну расставлять крапки на ды. Первое. Чи была ця операция уникальна? Нет. За последних 2,5 года это 32 подобная спецоперация. Вот у меня в руках публикации украинской прессы. В сечень 2018 года в Харькове спорообитники СБУ инсценовали смерть местного чиновника задля того, чтобы поймать замовника убийства на Гарячем. Вот один из, например, из инсценованих трупов. Небе трупов, слава Богу. 19 травня 2017 года вибух авто на Киевоградщине был инсценованный для того, чтобы выкрить организатора. Спорообитники СБУ имитовали смерть депутата Мирской Ради Покровского Донецкой области 23 травня прошлого года. 16 травня прошлого года одесский адвокат, такой-то, про убийство которого сообщалось, выявился живым. Проширение информации было для того, чтобы затримать замовника. Юрий Витальевич, такого резонанса не было ни по одному из этих дел. Вы сейчас об этом говорите, мы же ничего не знали. Эта методика давно используется спецслужбами Украины и предназначена ст. 271 КПК. Она действительно предназначена возможность под контролем имитировать тяжкие злочины для того, чтобы остаточно выкрить законодательства, замовника и организатора. Что в этой ситуации у нас было? А список существует? Сейчас идем до списка. Поэтому, действительно, теперь уже известно про это, такой себе Герман Борис Львович звернулся до, також можу оприлюднити, потому что сегодня это человек, которая, как будто была килером, оприлюднила в себе на фейсбуке свое имя, до Бориса Бабчинка, колишнего добровольца АТО, с тем, чтобы он выполнил убийство Бабчинка Аркадия Аркадьевича. После этого, пан Цимбалюк пришел в Службу безопасности Украины и вступил в оперативную игру для того, чтобы выкрить и организатора, которым, за нашей версией, выступает пан Герман. Значит, он пришел сам, правильно? Он пришел сам, и ряд других агентов СБУ сприяли проведению этой операции. В результате, произошло несколько встреч пана Германа и пана Цимбалюка, на котором, по-перше, пан Герман надал, и у нас есть эта фиксация на видео, 15 тысяч долларов, как половину суммы за убийство журналіста Бабчинка. Другую часть он мог отдать после убийства. Далее произошло важное, говоря о списке. На следующий раз, он сказал, что у него есть еще замовление, и назвал название одного из одесских проукраинских активистов. Потом сказал, на следующий раз, у меня есть еще замовление, и назвал колишнего офицера ФСБ России, который сейчас находится на территории Украины. И далее сказал, взагал-то список где-то 30 человек. И для нас это было ключевым для принятия решения про имитацию убийства. Для чего? Чтобы подозренный в организации, Борис Герман, пришел после какого-то выполнения убийства, и сообщил все-таки киллеру нашему, человеку, кто еще есть в этом списке. Для меня и для Генпрокурора, для всех спецслужб, жизнь 29 других граждан есть наибольшей ценностью. 100%. Я вас слышу. Я просто хочу сказать, я вам благодарна за эти детали, но вы понимаете, что мы сейчас об этом с вами говорим. Сообщение появилось о смерти только вчера вечером, да? Позавчера. Точнее, позавчера, да? А вчера мы узнали об этом сюрпризе. И столько деталей, столько подробностей. Я хочу, чтобы вы с нами посмотрели вместе со мной, точнее, этот материал. Да. Действительно, еще раз повторюсь, чуть более суток прошло с того момента, как мы все узнали о том, что Бабченко, слава богу, жив. И вот теперь эта история начала обрастать слухами, домыслами. Давайте посмотрим, какими. Киллер сам пришел в СБУ и рассказал о подготовке покушения. Об этом в Фейсбуке сообщил волонтер Родион Шавкашитный. По его словам, до этого правоохранители не знали о готовящемся преступлении. И если бы это был другой человек, история с покушением могла бы стать фатальной. Новые подробности об организаторе преступления украинском бизнесмене Борисе Германе рассказал его адвокат. Евгений Солодко утверждает, что Герман поставляет оружие для наших военных и плотно сотрудничает с Минобороны. Говорит, что и квартиру, и предприятие Германа неоднократно обыскивали еще задолго до истории с Бабченко. А сейчас, по словам адвоката, на его подзащитного давят. Непонятен и мотив преступления. А тем временем воскресший Аркадий Бабченко ожидает очередное покушение. Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке. Якобы через несколько месяцев заказчики начнут новую охоту на него. И с двумя телефонами затриманного организатора, подозренного в организации. Вы Германа не думаете? Так, я говорю про Германа. Саме сейчас, ну, завершились попередние его допиты, но выбирается ему запобежный заход, и он будет давать показы. Саме сейчас отработается следственными СБУ все около его знакомств. И анализуется все, найденное подчас обшуков в этом и других проведениях, которые касались пана Германа. Если вы говорите об обысках, то его адвокат уже заявил о том, что два раза его обыскивали, и он как бы проводит параллель между этим. О том, что у него были СБУ, и теперь он попал вот в такой переплет. Ну, если уже пришел день эксклюзива, то я вам скажу, когда адвокат пришел к пана Германа, он был уверен, и адвокат, и сам Герман, что идет просто про действия СБУ по незаконной торговле зброи, в которой он обвинувачивается, и это уже где-то так пів года. И адвокат абсолютно спокойно говорит, ну, как всегда, по торговле зброи, он уже все звикликает. Там у нас такой дородом в Киеве, там нашелся убитый журналіст. И тут пан Герман, про что у меня написано рапорт оперативников, каже, мне пипец. Он сам не ожидал, что происходит. И это значит, что мы правильно делали спецоперацию. Мы сделали все, чтобы организатор вывел нас на замовника, и, на жаль, мы очень хотели, чтобы в другое зустойчиво после выполнения убийства, он еще нам дали список. Из этого списка мы знаем сейчас лишь три особи. Решту мы, на жаль, не смогли дознатися, и это единственное, с чего мы ожидаемо в ходе имоверной співпрации пана подозренного с следствием. Этим людям будет предоставлена охрана? Как всіх, про кого мы знаем, будет надана охрана. Вы начали с того, что это, как бы, опыт такой украинский довольно длительный, да, но по поводу реакции на эту ситуацию. Мировые СМИ, мягко говоря, были обескуражены этой спецоперацией. Сообщения о ложном убийстве Бабченко появились на передовицах 1300 газет, подсчитали мои коллеги. И мировые лидеры в недоумении, тоже была масса заявлений. Мы собрали небольшую подборку по этому поводу, давайте посмотрим. Украина имеет право защищать свои национальные интересы, а также медиа и работу журналистов. Так, инсценировку убийства журналиста Бабченко прокомментировали в Европейском Союзе. Как вы знаете, Украина находится в особой ситуации, касающейся ее безопасности, учитывая ситуации в Крыму и конфликт на востоке страны. ЕС поддерживает контакт со своими украинскими друзьями и пытается получить больше деталей по этому делу. Литовский министр иностранных дел высказал замешательство. Лина Слинкевичус сообщил прессе, что не понимает таких спецопераций, это для него непостижимо. И единственная хорошая новость во всей этой истории то, что Бабченко жив. Его бельгийский коллега Дидье Рейндерс сообщил, что преднамеренная постановка убийства противоречит принятым в Европе принципам распространения достоверной информации в СМИ. Мы не боремся с фейковыми новостями с помощью других фейковых новостей. Я намерен запросить у Киева разъяснение относительно этого события. Много вопросов осталось и у главы немецкого МИДа Хайко Маас. Не спешит с выводами, надеется узнать все детали из первых уст уже сегодня по прилету в Киев. Важно, чтобы Украина сделала все для того, чтобы прояснить все вопросы, а также восстановить доверие. И чтобы она сделала это с помощью верховенства закона. В британском коренофисе заявили очень рады, что Бабченко жив. Однако это не отменяет того факта, что российские власти много лет продолжают преследовать независимых журналистов только за то, что те критикуют Кремль. В ОБСЕ инсценировку раскритиковали. Представитель организации по вопросам свободы СМИ Арлием Дезир сообщил, что сожалеет, что было принято решение распространить ложную информацию. Рад, что Аркадий Бабченко живой. Я жалею из-за решения относительно распространения ложной информации о жизни журналиста. Обязанностью государства является предоставление обществу корректной информации. В международной организации Комитет защиты журналистов назвали ситуацию беспрецедентной и подчеркнули, что ожидают от украинской власти пояснений, почему были необходимы такие чрезвычайные меры по инсценировке убийства. Репортеры без границ заявили о возмущении по поводу спецоперации СБУ. Генсек этой международной организации Кристоф Делуар назвал ее манипуляцией в информационной войне. Репортеры без границ выражают свое глубокое возмущение в связи с выявлением манипуляций службы безопасности Украины в их информационной войне. Это всегда очень опасно для стран играть с фактами, а также с участием журналистов. За этой историей следит без преувеличения вся мировая пресса. Об убийстве Бабченко и дальнейшем развенчании постановки написали все авторитетные издания. Среди них британская BBC, американский Wall Street Journal, французские Лимонде, немецкая Deutsche Welle и многие другие. Всего свыше 1300 СМИ. Генеральный прокурор Юрий Луценко у нас в студии. Я напомню для тех, кто только что к нам подключился. Так почему все-таки так затянули? Зачем нужно было так долго ждать? Почему этот разрыв в сутки? Почему мы дождались всех этих газет? Это была ваша идея? Вы предполагали это? Это не моя идея, а предпочено чинным украинским взаимодействием метод для того, чтобы отримать повну, ймовірно найповнішую информацию про виконавца, організатора и замовника. Еще раз скажу. Віддаючи перший транш половину від суми за вбивство одного журналіста, організатор сказав, що взагалі-то існує список 30 осіб. На той момент він не розповів цей список. І ми розраховували на те, що після нібито виконання вбивства цей організатор зустрінеться з нібито кілером. І розповість йому про весь список, щоб убезпечити цих людей, ми пішли саме на цю добову спецоперацію. Чи вона є унікальною для України? Ні. Чи використована ця за межами України? Так. Я бачу, що цим обурені дипломати, дипломати ніколи не працювали в спецслужбах. Я очевидно не знаю, що точно такі ж методи використовуються в них. Я, звичайно, звертаю увагу на те, що всі різні журналістські організації занепокоєні. Але перепрошую, коли вбили Павла Шеремета, і нас справедливо критикують до сьогоднішнього дня за відсутність прогресу у слідстві. І ми там дійсно, скажімо, маємо погане реноме у світі в цьому випадку, як і в деяких інших замовних вбивствах, можливо, пов'язаних із Росією. То в цьому випадку, коли ми зберегли життя журналістів, затримали організатора, маємо ниточку до замовника. За що нас критикувати? Можливо, за те, що в когось на один труп менше в списках, за які вони будуть дорікати Україні. Може, вони зайнялися тими, хто зараз сидить у московських в'язницях з числа українських журналістів? Чи, може, б спитали, як росіяни вбили 15-річну дівчинку в Луганській області під час і дня народження із міномет? Їх це не торбує? Може, все-таки, одне їхнє глибоке стурбованість, яку вони регулярно висловлюють з приводу нашої війни, коштує життя журналіста Бабченка і ще 20 інформацій про ще 29 інших українців? Я думаю, що одне їхнє глибоке стурбованість, більше чи менше, коштує такої цінної інформації. Тепер, що мені дуже сподобалось, перепрошую, це позиція Британії. Британський міністр закордонних справ знає, що говорить. Бо коли у них в Британії було отруєння двоє людей, хоч і жили в Британії, ймовірно, ймовірно, спецслужбами Росії, то британці і британські політики не чекали не те, що судового вироку, а навіть закінчення слідства. Вони б вислали російських дипломатів, і, до речі, ми, і німці, і голландці, і французи, і весь світ. Бо знають, що це російський світ. А от до України якісь інші стандарти. А Борис Джонсон правильно сказав одним поодиноким політикам Британії, ви корисні ідіоти Путіна. Якщо хочете вироку перед тим, як прийняти, очевидно, це замовлення Кремля. Вони боюють на нашій території. І тому британці – здорова нація. І тому в них сильна країна. Ми маємо критикувати владу, і мене в тому числі. Це абсолютно нормально для демократичної країни. Але я катерично проти, щоб наш політикум, який хоче перевиборів вже негайно, і частина наших активістів просто знищували авторитет правоохоронної системи. Писали про те, що вони імпотенти, ідіоти, корумповані бездельники. Так не можна робити, якщо ми хочемо сильної країни, в якої життя людей під максимальною безпекою. Вчити це у британців. Ви вважаєте все-таки, що Україна бонус во внешній політичному смислі? Я не міністр закордонних справ. Я вважаю, що найбільшим бонусом є врятоване життя журналіста Аркадія Бавченка і затриманий замовник або організатор цього вбивства. З моєї точки зору, це найбільший бонус впевненості в майбутньому. Бо поки не закінчилась агресія Росії, всі ми, навіть ми з вами, під небезпекою. Тому, чим більше ми викроємо таких замовних вбивств, чим швидше ми дійдемо до інформації про реального замовника в Кремлі, тим краще буде для всіх. Це найкращий бонус для мене. А по поводу секретності, я хочу просто повернутися. Действительно, крім вас, Грицака і група, яка це все реалізовувала, ніхто не знав із чиновників? Думаю, що про все це знало не більше десяти людей в правоохоронній системі України. Правда, знали лікарі, які перевозили нік. І жена не знала? Я не буду коментувати це, бо вважаю позицію Аркадія абсолютно правильною. По собі знаю. Не треба втягувати ще дружину у всю цю Веремію. Аркадій Бабченко просив, щоб члени його сім'ї були позбавлені суспільного інтересу, і він правий. Стосовно інших, да, знали працівники слідчої, оперативної, а також прокурорської групи. Знали керівники відомств. Мусили знати працівники швидкої, які везли нібито мертвого Бабченка, ну, у якого, очевидно, був пульс. Правда, не знали санітара і моргу, де він лежав цілу ніч. Він лежав під простинкою, слухаючи по телевізору всі добрі слова, які про нього сказані. Це складна річ. Але я ще раз питаю, чи варто було на це йти, навіть якби я знав, ну, скажімо, багато негативного резонансу, який зараз нав'язують і українському, і святому суспільству. Думаю, так. Бо я думав про 29 інших фігурантів списку, про які говорив організатор убивства. Для мене, я вважаю, треба було зробити все можливе, в рамках закону, звичайно, щоби отримати цей список, щоби розговорити Германа, щоби отримати від нього інформацію про тих, хто, власне, йому замовив ці убивства. І ми зробили все в рамках закону, що могли зробити. А як ви думаєте, як довго буде слідство ввестись? Наскільки швидко ця ситуація до фіналу прийдет? Не думаю, що слідство тут буде швидким. Бо із цілого ряду резонансних замовних убивств на території України, можемо зараз згадати, ми дійсно розкрили убивство журналіста Бузини і обвинувачені на судовому процесі знаходяться. Ми розкрили вбивство депутата Держдуми Російської Федерації Вороненкова, і на цей момент підозри не знаходяться в розшуку, а слідство далі триває. Ми розкрили замах на народного депутата Антона Геращенка, і підозри, вони знайомляться з матеріалами слідства, яке завершено. Ми розкрили і частково затримали тих двоє втекли, один на місці, тих, хто готував теракт проти народного депутата Масійчука. Слідство все ще триває. В общем, нам не стоїть ждати. Ні-ні, я ще раз хочу підтвердити, десь іде слідство, в трьох випадках слідство завершено, в одному випадку вже проходить судовий процес. Але це триває, ну, щонайменше від пів року до року. В даному випадку я прогнозую, що це буде приблизно так само. Від пів року до року слідство, потім етап знайомства з матеріалами, без якого ми не можемо за законом рухатися далі, а далі судовий процес. І, перепрошую, так відбувається у всіх цивілізованних країнах. Призначають винних або невиновних, тільки або корисні ідіоти Путіна, або ті, хто хоче жити в большевицькій країні. Я не належив інтересу до друхи, буде діяти по закону. Юрий Віталич, ви известні своїм чувством юмора і дуже любите анекдоти. Я понимаю, що, може, це не зовсім умісна ситуація, але у Бабченко на страниці в Фейсбуці мільйон мемів по цьому поводу. І ви наверняка їх виділи. Давайте посмотрим, що він вложив. На своїй страниці в Фейсбук Бабченко запостив таку картинку. «Воскресший отец. Горе в семье». Спустя считанные часи под записью появились тысячи комментариев. Пользователи сравнивали журналиста с Виктором Цоем. Також вспоминали Наталью Поклонскую і її трепетнуєю любов'ю к Николаю II. Ну і, конечно же, не обошлось без сравнений с Ісусом Христом. І це лише небольша частиць соцсетевых шедеврів на цю тему. Какой вам більше всего понравился? Ну, я, впевняті, не мав часу це бачити, але вчора друзі дійсно надіслали картинку з Віктором Цоем. Я до цього ставлюся, звичайно, з почуттям гумору. Хоча, хотів би сказати, дивіться, навколо цієї справи не треба її перетворювати ні на жарт, ні на предмет політичних інсунацій. Треба просто розуміти, спецслужби України в умовах фактичної війни навчилися захищати своїх громадян. Просто треба сказати дякую їм. І, звичайно, критикувати за те, що ми не змогли зробити. Бо над нами висить, як мінімум, три випадки нерозкритих замовних вбивств. І я це визнаю. Але ні огульно, ні знищувати, ні закривати очі на проблеми щодо правоохоронних органів, я вважаю неприпустимим, якщо ми хочемо дійсно жити в захищенні і багатій країні. Генеральний прокурор Юрий Луценко був у нас в студії с подробностями. Дело Бабченко. Дякую. Дороги с гарантией. Українське правительство буде платити за ремонт автотрасси трассу только после тестов на їх качество, как обещает премьер Владимир Гройсман. Сегодня он проверил, как идут работы на трассе М-12. По его словам, через 5 лет буквально все областные центры будут соединять хорошие дороги, но на это понадобится около 300 млрд гривен. Все подробности узнаем от Александра Васильченко. Трасса международного значения М-12. Она проходит через Львовскую, Тернопольскую, Хмельницкую и Винницкую области. С прошлого года на этой дороге начали капитальный ремонт. Глава правительства решил лично проверить, как проводят работы. Это Тернопольский участок. Местные власти утверждают, трасса имеет стратегическое значение для области. Ее ремонт позволит привлечь дополнительные инвестиции и направить деньги на реконструкцию остальных дорог. Участок трассы Хмельницкой области строят не только за деньги государства. По международной программе инвестиций, тендер на ремонтные работы здесь выиграла китайская фирма. Делают качественно, подчеркнул премьер, но отстают от графика. Дорога в плохом состоянии, поэтому нужны дополнительные работы. У нас есть тут делянка, капитальный ремонт 213-215. На этот год заплановано 25 миллионов, чтобы мы могли распространить дороги. Тут должна быть сделана эта развязка. Премьер уточнил, участок от западной границы до Винницы и отрезок от Винницы до Умани планируют закончить уже в этом году. А вот дорожники заявляют, главное в дальнейшем сохранить дорогу от больших грузов. Также Гройсман отметил, часть этой трассы в Тернопольской и Винницкой областях входит транспортный коридор Гоу-Хайвей, который соединит порты Черного моря и Балтики. Работы начаты на 12 объектах, в том числе 4 на трассе М-12. В одних областях и в детстве работа достаточно серьезно, а в других есть проблемы. Поэтому нужно ставить перед ними четкие задачи, что необходимо отдавать работе и максимально качественно делать справа. Люди ждут нормальные дороги, ездят по этой дороге десятками лет, разбитые, разваленные. Тут страшная количество ДТП, страшная количество людей, которые погибли. Впрочем, премьер подчеркивает, сверхударных темпов от дорожников не требует. Главная задача – качественные дороги. И хотя в правительстве не берутся прогнозировать, сколько в этом году сделают автодорог, заявили, что это будет не менее 2000 километров. На это выделили 47 миллиардов гривен. Юлия Жешко, Александр Васильченко, Даниэль Косаковский. Подробности – телеканал Интер. В случае срыва программы МВФ Украину ждет ужесточение монетарной политики и новые валютные ограничения. Такой прогноз сделал глава Нацбанка Яков Смолей на ежегодной конференции, которую украинские экономисты проводят совместно с Национальным банком Польши. В НБУ опасаются роста инфляции, если Украине не удастся получить очередной транш, и тогда придется вводить валютные ограничения для предотвращения вывода капитала за рубеж. Впрочем, Смолей надеется, что Украина все-таки выполнит свои обязательства перед фондом. И он даже рассказал, что Нацбанк уже в этом году планирует снизить инфляцию. В Киеве прошел седьмой национальный молитвенный завтрак, посвященный 1030-й годовщине крещения Киевской Руси. Политики, главы церквей, религиозных организаций, дипломаты, воины АТО молились вместе, в первую очередь за мир в Украине. Всего на мероприятие были приглашены около 700 гостей из 15 стран мира. К ним обратился президент Петр Порошенко. Он заявил, что украинцы имеют конституционное право самостоятельно выбирать себе религию и пообещал, что в нашей стране никто не будет подвергаться гонениям за религиозные взгляды. Сила молитвы была тогда, когда наши войска выходили из оточения под Извариной и под Довжанским. Сила молитвы была тогда, когда 15 лютого 2015 года, несмотря на то, что были прилюднены маршруты выхода наших войск из-под Дебальцева, уявить себе не можете, как всю ночь я не мог заснуть и молился про то, чтобы Господь давал нам спасение. Президент Украины сегодня побывал в Ивано-Франковской области. В сельскую школу Петр Порошенко приехал на последний звонок. Он запустил новую линию на цементном заводе, а в Еремче принял участие в Карпатском форуме регионального развития. Ивано-Франковский цемент – один из крупнейших производителей в Украине. В прошлом году здесь начали строительство третьей линии. Сегодня ее запустил президент. По его словам, это дополнительное поступление в бюджет и новые рабочие места. А еще возможность отправлять свою продукцию в страны Европы. Очень важно, что согласно про социацию с Европейским Союзом сегодня использовались большинство производителей. На сегодняшний день у нас продукции экспортируются до Польши, до Румунии, до Хорватии, до Латвии, Литвы, Эстонии, Угорщины и многих других стран Евросоюза. Это является ярким примером эффективности нашей экономической политики. Помимо экономических вопросов, глава государства говорил и о событиях на Донбассе. Президент исключил две крайности – уропатриотическое наступление, которое может стоить миллионы жизней, и капитуляцию. А решение Совбеза ООН о наведении миротворческого контингента назвал первым шагом к достижению мира. Во второй половине дня президент отправился в ЕРМЧ, где принял участие в Карпатском форуме регионального развития. Чиновники, депутаты, главы объединенных территориальных громад говорили о развитии горных сел в условиях децентрализации. Мы считаем, что горные территории уникальны, лесистость превышает 60-70%, а иногда и 90%. И в таких возможностях подходить к местным бюджетам является мизерным. Я имею в виду от хозяйства лесо-господарственными предприятиями. По словам президента, местные власти не должны хранить деньги на депозитах. Участники форума также обсудили и важность создания стратегии регионального развития. В документе должны быть учтены все региональные особенности страны. Тогда жители горной местности наравне с другими смогут получить гарантии защиты своих прав. Марина Григорян, Жанна Дучак, Зиновий Автонас, подробности телеканал Интер, Ивано-Франковская область. Количество обстрелов на Донбассе сократилось. С начала суток боевики открывали огонь 9 раз, но при этом использовали тяжелые орудия. Самые горячие точки на Мариупольском направлении это Чермалык и Павлополь. Там украинским армейцам приходилось очень активно обороняться. По состоянию на 18 часов ранен один наш военный. От боевых действий страдают мирные жители. Так в Верхнеторецком за время конфликта 11 человек погибли, более 20 получили ранения. Были разрушены 263 дома. Там нет регулярного транспортного сообщения и постоянные перебои с электроэнергией. Сегодня в этот прифронтовой поселок приехали народные депутаты. В канун Дня защиты детей они привезли для малышей самые необходимые вещи и игрушки. Нам сегодня таким вниманием и таким особым отношением к этим людям необходимо сшивать страну. Каждый раз повышение пенсии, особое внимание, особая программа, приезды, коммуникации, общение, забота. Это стежок за стежком, которым мы сшиваем сегодня государство. Поэтому сегодня мы перед собой, перед комитетом социальной политики поставили задачу прописать план, дорожную карту необходимых решений для восстановления и гарантированной социальной защиты со стороны государства для детей и мирных жителей, пострадавших в результате войны и проживающих сегодня в красной зоне и серой зоне Донбасса. Накануне Дня защиты детей лидер оппозиционного блока встретился с воспитанниками детских домов семейного типа в Киевской области. Ребята рассказали политику, как им живется в семьях. Подробности в материале. Пионы, видите, уже цветают. Уже сезон пришел. Это гвоздички у нас такие. Ухаживать за цветами обязанность девочек. Мальчики помогают отцу на участке. А началась история большой семьи Бурдюженко с желанием воспитывать дочь. Это были 90-е годы. У меня один единственный сын. Родный сын. Я приезжаю с работы, а они с мужем говорят, что давайте возьмем хоть одну дитинку, чтобы была в семье. Ну, как-то так согласились на детские будинки. За 18 лет своего существования с этого детского дома семейного типа во взрослую жизнь вышло 20 детей. Сегодня семья Бурдюженко воспитывает шестерых ребят. И останавливаться на этом не планирует. Хочем взять хлопчика. 16 лет ему. Не живу в семье. Прямо с народжения по детских будинках. О, думаю, что еще хватит у нас сил. Как раз его довести до толку. И чтобы дитина побачила, что такое семья. Узнать, что такое семья, в Украине мечтают 70 тысяч сирот. Эти дети нуждаются в особом внимании. За детдомами семейного типа будущее, убежден Юрий Бойко. Пообщаться с политиком в село Великая Матавиловка приехали воспитанники детских домов района. Добрый день, дядя Юра! Привет, привет. Дядю Юру позвоню. А кто умеет кататься на велосипеде? Все. Это правильная семья, это правильная родина. Как раз все будинки, они створят обстановку семьи. И они не дают дитине той защиты, без какого она залишилась. В Астовском районе Киевской области таких детских домов шесть. Заботы у всех одинаковые. Отсутствие транспорта, сложности с оформлением льгот и жильем. Получается, дети выходят и просто выходят в никуда. Но я не знаю, как можно оставить этого ребенка, чтобы он потом не приехал к тебе, чтобы он вышел, и ты знаешь, что он где-то бомжует, где-то спит под забором. По мнению политика, государство должно помочь детским домам в решении их проблем. Да и в целом, больше поддерживать молодые семьи. Мы договорились с людьми, которые опекаются, которые были здесь присутствием, с семейными домами, что они сделают перелик проблем, которые есть. А наша фракция дает соответствующий законопроект в парламент, чтобы допомогать семейные дома. Нам нужно дать больше денег матерям, которые родят детей. Как только мы приедем и сформуем больше в парламенте, то за первую детину мы будем отдавать 100 тысяч гривен, за вторую 200 тысяч, и за третью 300 тысяч гривен. Пока взрослые обсуждают серьезные темы, дети осваивают игру в бадминтон и гоняют на новеньких велосипедах. Лина Зеленская, Максим Чеблин, подробности, телеканал Интер. Первый выпуск около ста курсантов прошли обучение в Украинской полицейской академии. Сегодня они приняли присягу. Как это было, узнаем от Данила Снисера. Впервые полицейская академия выпускает своих учеников. Ряды патрульных пополнили 83 новоиспеченных копа. Базовым навыком работы правоохранителей в академии их обучали 4 месяца. Я приняла для себя такое решение, что я нужна, нужна своему народу, я должна внести свой внесок, и поэтому я тут. Быть ли копом Екатерина решала почти два года. Теперь она сотрудник патрульной полиции. Рассказывает, обучение в академии не для слабаков. Тактическая огневая подготовка, этика, стрессоустойчивость, управление транспортом. Курсанты изучают более 30 предметов. Теперь полученные навыки они применят на практике. Доверие это так много и так мало. Но это основное, что от вас нужно. Это основа нашей реформы. На то, на чем будет базироваться закон и уважение к вам. Это главное, что от вас требуется. Закон, законность и доверие. Обучение украинских полицейских проходит при содействии правительств Канады и Соединенных Штатов. Их представители сегодня тоже пришли поздравить выпускников. Мы с вами стали свидетелями огромного прорыва в системе подготовки полицейских кадров в Украине, которая прошла значительный путь от советской милицейской структуры к современной сервисно-ориентированной модели с новыми стандартами подготовки, инфраструктурой и оборудованием. Правительство Канады поддерживает реформу полиции в Украине с 2015-го. Была оказана поддержка в создании патрульной полиции, в подготовке преподавателей. Разработаны специализированные курсы и учебные программы. Это на самом деле исторический день для украинской полиции. После получения жетонов немного свободного времени для общения с родственниками. А завтра большинство из этих уже бывших курсантов выйдут на свое первое патрулирование. Даниил Снисер, Сергей Вадмить. Подробности. Телеканал Интер. Сначала поднять зарплату и пенсию, а уже потом думать о повышении тарифов на газ. Такую схему предлагают в Радикальной партии. Там возмущены заоблачными премиями для руководителей Нафтогаза. Лидер этой полицилы даже написал петицию с требованием уволить Андрея Коболева с должности главы этой госкомпании. Депутат уверен, что пока руководство монополиста выписывает себе миллионные выплаты, оно не имеет морального права говорить о повышении тарифов. Коболева с посадой головы Нафтогаза. Не может быть таких космических премий. Не может быть, когда миллионы людей на полторы тысячи гривен пенсии. Made in Ukraine. Доля украинских производителей на международных рынках будет расти. В этом убежден президент торгово-промышленной палаты Украины. По его словам, украинский товар уже доказал свое качество на отечественном рынке. Перспективы его продвижения за рубежом украинские бизнесмены обсудили сегодня с представителями 10 стран мира во время международного торгового форума. В Киеве интересовались гости не только товарами, но и услугами, в частности медицинскими. К нам приезжают часто из-за границы иностранцы на лечение. Я всегда только за медицинский туризм в Украине. К нам приезжают итальянцы, к нам приезжают американцы, к нам приезжают европейцы, к нам приезжают из Ближнего Востока людей, потому что в Украине недорогие лечения, качественное лечение не хуже, чем в Европе, оборудование инструментария на самом высоком уровне. Наша задача благодаря сегодняшнему мероприятию показать миру, что товары, продукты с маркой сделаны в Украине, это очень высококачественные, это очень вкусные, хорошие, надежные продукты. И я думаю, что с каждым годом будет все больше и больше украинских товаров на полках Европейского Союза, Азии, Америки, Африки. А на международный форум в Израиле, причем женский, перенимать опыт приехала украинская делегация. С каким багажом вернулась, давайте узнаем. Министры, парламентарии, руководители областей и городов, представители 45 стран, практически все женщины. Место встречи – Израиль, престижная международная конференция, которая проходит раз в два года. В нынешнем она называлась «Выдающиеся женщины, которые достигают изменений». Украину представила глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная. Высокий уровень как участниц, так и тех встреч, которые мы имели в Израиле, надали нам возможность, по-перше, презентовать Украину, Харьковскую область, налагодить новые международные отношения, а также обоворить вопросы о экономической и политической стабилизации и дальнейшем развитии, и ряд гуманитарных и социальных программ, которые сегодня не проводятся в мире. Юлия Светличная встретилась с министрами. Кстати, заяв, Элькин – представитель сразу двух министерств по делам Иерусалима и охраны окружающей среды, родом из Харькова. Украинские вопросы ему близки, принял главу Харьковской области и президент Израиля. Израиль – это страна, когда невозможно, становится возможным. И большая количество проектов, которые, казалось бы, нереально реализовать в Израиле, работает. Поэтому опыт, который имеет государство Израиль, она, конечно, важна для Украины, потому что мы имеем очень хорошую и плодотворную землю для того, чтобы выращивать. Мы имеем розумные идеи, которые можем втеливать в жизни. В Украину Юлия Светличная вернулась с целым портфелем наработок. В Харьковской области будут использовать опыт развития сельского хозяйства. Израильские технологии приедут на местные предприятия, а через несколько недель в Харьков со своими предложениями приедет группа израильских медиков-реабилитологов. Юлия Жешко, Светлана Шакера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Харьков. Завтра итоги недели. В этой студии подведет мой коллега Алексей Лихман. А я прощаюсь с вами до субботы. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова